Меня зовут Соня Мещерякова, я студентка первого курса британки. Я собираюсь поступать на графического дизайнера. После курса Foundation я собираюсь идти как раз на BA графического дизайна. Меня всегда привлекала эта профессия, и я как-то лет 13-14 точно была уверена, что я буду обучаться на творческой профессии именно в Британке. И, собственно говоря, я здесь. Когда мне было 13-14 лет, я открыла для себя большое количество художников в Инстаграме. Я была подписана на одну художницу, которая собиралась поступать как раз в Британку. И она выкладывала работы из своего портфолио, и мне показалось, что это чем-то суперкрутым и интересным. И я так начала задумываться о Британке. И вот когда встал вопрос о поступлении, где-то классе в 9-10, я уже точно понимала, что мне было действительно хотелось пойти сюда. Я поизучала на сайте, в Телеграме, в паблике ВКонтакте, посмотрела все условия, которые необходимы для поступления, изучила кейсы выпускников, и мне показалось, что это действительно очень крутой вариант. И, собственно, я поступила, и пока что не жалею, все супер. Мне безумно нравится учиться здесь, потому что подход к обучению здесь явно нестандартный. Мы много экспериментируем, много практикуемся, то есть пробуем разные материалы, техники, подходы к искусству. Это очень круто. Вообще, в принципе, что есть такой курс Foundation, на котором ты пробуешь буквально все, без какой-то привязки к твоей будущей специализации, и ты успеваешь охватить буквально всю базу искусства и дизайна и понять, что тебе нравится больше. Это на самом деле очень круто. И мне нравится такой лояльный подход преподавателей, и ты с ними все время в контакте, как с близкими друзьями находишься, то есть нет вот этого барьера. А учебная неделя у нас проходит следующим образом. У нас занятий нет только по четвергам, разве что. А все остальное время посвящено как раз-таки проектам. В основном у нас один проект — это одна неделя. И каждый проект, он очень отличается от предыдущего, и он тем или иным образом связан с той или иной областью в сфере искусства и дизайна. Например, какой-то был про цвет, какой-то про текст, про шрифты. Вот мне это было интересно и так далее. Да, у нас есть разные мероприятия для развития практических навыков. Например, у нас есть такая тема, как Technical Skills Week, на которой ты можешь записаться на induction в ту или иную мастерскую и попробовать себя в чем-то новом. Например, я вот записалась на шелкографию, потому что мне это будет полезно для моей специальности. И вот я уже с нетерпением жду, когда я пойду на нее. А в прошлый раз я ходила на керамику. Это не так уж и близко мне на самом деле. Но после этого занятия я прям заинтересовалась. Я узнала базу того, как нужно работать с глиной. Мне показалось это таким тактильным опытом классным. Почему мне нравится графический дизайн? Это именно тем, что текст и вообще шрифт – это очень вариативный и гибкий материал, который можно облечь буквально в любую форму. И через визуальный образ текста ты можешь высказать буквально любую идею, которая необходима. И я считаю, что это просто невероятно круто. Также типографика, мне бы хотелось больше в типографику углубиться. И мне типографика представляется каким-то, не знаю, наравне с высочайшими видами искусства. Это все так сложно и так интересно. И вот Ян Чихальт, это один из отцов типографики, он говорил, что владеть типографикой, что идеальная типографика, она сродни высечению скульптуры из мрамора. Это настолько сложно и настолько невероятно волшебно и интересно. Вот я с ним полностью согласна в этом плане. Я лет с 15 уже знала, что точно хочу заниматься графическим дизайном. У меня как-то не было проблем с профессиональным определением себя. Вот как-то я сразу это решила. Я когда пришла сюда, я точно знала, что я пойду на графический дизайн. Но на самом деле, когда у нас были разные походы, вот у нас двумя неделями, что ли, ранее, были экскурсии по мастерским, по аудиториям курсов старше, и меня очень заинтересовал промышленный дизайн. И когда у нас был по своей симпозиум, меня тоже очень заинтересовал там именно промышленный дизайн, я думаю, а может мне пойти на него. Но все-таки я потом поняла, что это не совсем все-таки мое. Поэтому как-то я вот осталась верна своим предпочтениям. Отдельное занятие, на котором нас собрали в большой аудитории. И поскольку у нас каждый тьютер отвечает за определенную сферу в искусстве и дизайне, каждый из них рассказывал об определенной сфере. Например, Дуглас рассказывал о современном искусстве и представлял нам, что это такое, что в него входит, какие есть карьерные возможности после того, как ты окончишь курс. То же самое у нас с Андреем рассказывал про коммуникационный дизайн, в который входят графический дизайн и иллюстрация. То есть это, в общем, рассказывали о специальности, что в нее входит, что подразумевается под ней и какие есть возможности для карьерного продвижения. Для меня творчество – это способность находить нетривиальные и интересные решения к, казалось бы, банальной задаче. Мне кажется, творчество – это с одной стороны, если про креативность, то это умение красиво и интересно выкрутиться, а вот само творчество – это, наверное, все-таки больше про… У меня сложный вопрос. Это скорее про богатство твоей фантазии, это про навык, который необходимо прокачивать. То есть ты не рождаешься с ним, это приобретенные… В принципе, это больше про широкий взгляд на мир, про умение видеть красоту в простом и находить вот как раз такие эти небанальные решения для банальных ситуаций. Как уже сказала, хотела бы специализироваться в дизайне постеров и типографике. Не хотелось бы уходить прямо в такую коммерцию, больше хотелось бы работать и коллабиться с независимыми студиями, с независимыми музыкантами, с фестивалями и так далее. Но я понимаю, что, скорее всего, в начале установления вот этого карьерного пути придется все-таки, как бы, да. Но все-таки мне бы действительно хотелось, чтобы графический дизайн – это было не просто… Для меня чтобы это было не просто работа, но и какая-то среда для того, чтобы узнавать новых классных людей, заводить крутые знакомства, коллабиться, сотрудничать. И вот именно чтобы это было что-то независимое, очень яркое и прикольное. Вообще, тут очень много ребят, которые ходили на портфолио-билдинг или на PreFoundation, и у них было портфолио оттуда, а те, кто с PreFoundation, они вообще у них… они без портфолио поступали сразу сюда. Но поскольку я из другого города, я заканчивала школу в это время, у меня не было возможности ходить в Москве на курс портфолио-билдинг. И я посещала отдельно профессиональные курсы графического дизайна в своем городе, который… ну, как бы это был филиал питерской школы дизайна. И там, собственно говоря, я туда пошла для того, чтобы изучить программы, все необходимые для меня, понять какой-то базис вот этого всего, чтобы мне было легче. И вот именно собрать портфолио, вот так я его, собственно, и собрала, и оно действительно очень хорошо так выстрелило, его высоко оценили. Поэтому вот… И действительно, ребятам, которые собираются поступать, но вот у них так же, как у меня нет возможности, если они из другого города, например, то я советую пройти какие-то вот похожие курсы в своем городе, или просто много рисовать, много делать того, что тебе нравится в творческом плане. Это здесь обязательно так или иначе оценится. Поэтому вот… Я бы дала совет не пугаться того, если ты чего… Если ты не понимаешь до конца, что ты действительно хочешь, и не пугаться идти на фундейшн без вот этого понимания твоего будущего карьерного пути, потому что ты в любом случае попробуешь здесь очень много всего, много разных техник, подходов к искусству и дизайну. И ты обязательно найдешь что-то свое. Я вот лично знаю людей, которые пришли совершенно не зная, чего они хотят, и уже сейчас распределились на направления, которые они для себя выбрали. Так что не стоит бояться того, что ты останешься здесь каким-то потерянным в этом плане.